Уважаемые коллеги, вот ваше начальство поблагодарило меня, что я приехал, что я буду общаться с вами, читать лекции. Я хочу сказать немножко о другом. Вся моя жизнь, научная работа, она прошла в атмосфере совмещения нескольких наук. В первую очередь стоматологической, я стомфак кончал, естественно. А второе – различные фундаментальные науки. То есть химия, физика, биохимия, физиология, патфизиология и так далее. И вот когда я первый раз был здесь у вас, в вашем университете, познакомился с оборудованием, с вашими, с теми кадрами, которые вас обучают, я понял, что он с такой ситуацией встретился впервые. Впервые вообще. Чтобы студентов, стоматологов обучали достаточно объективно, широко, другим наукам. Дело в том, что стоматологам, казалось бы, нужно знать стоматологию и все. Но жизнь показывает, что это не так. Это не так. Наша специальность связана с целым рядом других наук. И тогда, когда вы хорошо их знаете, понимаете, вы тогда способны не просто к деятельности, к врачебной деятельности, а вы тогда способны к творческой врачебной деятельности. А это бывает иногда очень важно. Более того, иногда без всего этого нельзя поставить диагноз и вылечить того или иного больного. И вообще, надо сказать, что наша специальность, стоматология, это специальность в значительной мере уникальная. При советской власти не удавалось показать ее уникальность. Почему? Да потому что стоматология имеет очень серьезные и большие особенности. Я как раз свою лекцию хочу начать с того, чтобы рассказать вам про особенности нашей специальности. Потому что они больше неповторимы ни в какой другой медицинской отрасли. Итак, какие же особенности нашей специальности? Ну, прежде всего, это, может быть, самая важная особенность ее, это глобальная заболеваемость. Что такое глобальная заболеваемость? Это значит, что очень трудно найти человека, который бы не болел или раньше, или сейчас, или не заболеет в будущем стоматологическим заболеванием. Ну, например, вот такие заболевания, как кариес зубов. В международном масштабе превышает распространенность кариеса 90%. Парадонтид, его может распространенность достигать 60%. Следующее частое заболевание – это ортодентия. Там тоже до 50-70%. Возьмите любое другое заболевание в мире, где может быть такая заболеваемость 50% и выше. Такого фактически нет, не бывает, кроме нашей специальности. Второй момент. В связи с такой высокой заболеваемостью, очень большое количество специалистов, стоматологов, значит, они составляют 16% от всех врачей. 16%. Это что значит? Это значит, что мы по потребности в помощи стоматологической стоим на втором месте после общей терапии. Общей терапии чуть-чуть больше, и потом идет стоматология. То есть мы очень нужны людям. Мы нужны им в связи с тем, что почти все они нуждаются в наших услугах, в нашем лечении. Следующий момент. Мы, я имею в виду стоматологи, единственные практически, имеем специализированные клиники. То есть клиники, которые специально предназначены для того, чтобы лечить и диагностировать стоматологические заболевания. Какие эти клиники, мы дальше поговорим. Но, в принципе, их очень много, и они предназначены именно для этой цели. Вот может там принимать терапевт или хирург, или там какой-то другой специалист. Нет. Почему? Потому что там все оборудование, материалы, условия работы, все предназначено только для работы стоматологов. И надо сказать, что это во всех странах мира. Это не только у нас. Вот специализированные клиники имеются во всех странах мира. Вместе с тем, есть еще одна очень интересная особенность стоматологии. В нашей с вами специальности, коллеги, нет смертности практически. Бывает. Примерно где-то 200 человек в год во всей стране ежегодно, причем независимо это 50 лет назад, 100 лет назад, умирает из-за того, что возникает аллергическая реакция на лечение. Вас учат или еще будут учить, как избавиться от этого или как предотвратить это. Но аллергическая реакция такая. И вот то, что нет смертности, это, конечно, очень хорошо. Это замечательно. Но с другой стороны, это приводит к тому, что медицинское начальство во многих местах, особенно там, где начальство не очень умное, не очень соображает, а таких мест немало, оно меньше обращает внимания на стоматологию. Но нет смертности. Вторая особенность в этом плане. В нашей специальности очень мало временной нетрудоспособности. А то, что нет временной нетрудоспособности, это говорит о том, что государство от заболеваний наших, оно теряет несколько меньше, чем от других медицинских специальностей. И что самое главное, наша специальность в стоматологии, она не дает инвалидности. Нету инвалидов. Правда, за рубежом в некоторых странах людей, которые потеряли полностью все зубы, относят к инвалидам официально. И я думаю, что это в значительной мере правильно. Потому что они не могут хорошо питаться. В связи с этим у них много других заболеваний возникает. Так что этот вопрос такой. Насчет инвалидности, может быть, мы вернемся в этом отношении к тому, что и наша специальность приобретет такую возможность. Еще особенность нашей специальности. То, что мы даем специализированное образование. Не просто специализированное образование. Я имею в виду стоматологию. А то, что обычно наши специалисты не могут работать по другим специальностям. Они к этому не подготовлены. Или должны для этой цели специально проходить обучение. У нас есть в стране специальный закон, который стоматологам позволяет работать, кроме стоматологии, еще физиотерапевтам. Вот то, что, так сказать, есть. Еще есть особенность. Стоматология использует 40% всех материалов, которые выпускаются для медицины. Вот представьте себе, 40%. Это говорит о том, что наша специальность, она очень материалоемкая. И эти материалы меняются год от года. И их выпуск расширяется. Кроме того, 20% инструментов и оборудования, которые есть для всей медицины, она используется в первую очередь в стоматологии. Еще нужно сказать, что стоматология, более чем любая другая дисциплина, она связана с физико-химией. Основой ее лечения, диагностики основана на физико-химических методах. И кроме того, наша специальность очень техницизирована. Что это значит? Практически и лазеры, и ультразвуки, и радиоактивные исследования, и рентгеновские исследования. В стоматологии обычно появлялись или первые, или одни из первых специальностей. И не зная хорошо вопросы физики, химии, технизации, мы просто не сможем нормально работать. Есть еще две таких особенности, которые очень любопытны. Наша с вами специальность, это фактически единственная, или я бы сказал, почти единственная в медицине, которая совмещает в себе науку, искусство и медицину. То есть, не владея всей этой триадой, трудно быть хорошим стоматологом. И вот эта такая особенность ее чрезвычайно важна. В том числе, она важна и для того, чтобы получать достойную зарплату. Вот тот, кто владеет в полной мере этой триадой специальностей, то он имеет возможность иметь много пациентов, и имеет возможность достойно зарабатывать. Ну и, наконец, ни в какой другой специальности, или, правильно сказать, редко в какой другой специальности, в такой мере оценивается индивидуальное мастерство, редко так оценивается, как в нашей специальности. Вот если вы, так сказать, познакомитесь с своими пациентами, каждый из пациентов в стоматологии, он ищет своего доктора. И обычно, если он такого доктора находит, то иногда он всю жизнь, так сказать, обращается именно к нему. Почему? Да потому что мы позволяем преодолеть боль, мы входим в индивидуальный контакт, пациент переставляет бояться бормашин и всего остального. И вот это индивидуальное мастерство в нашей специальности имеет очень большое значение. Ну, теперь сам доклад. Вот наша с вами специальность вмещает в себя вот как минимум вот эти 14 названий. Я о них потом буду говорить отдельно, и поэтому сейчас не буду останавливаться. Итак, первый раздел – это образование. Значит, образование в нашей специальности есть два. Это среднее, высшее, извините, три, и постдипломное. Среднее образование у нас имеют следующие специалисты. Это гигиенист стоматологический, зубной техник, медицинская сестра, и в ряде мест есть помощник стоматолога. Вот эти четыре специальности. И для них нужно окончить специализированный колледж, лица со средним образованием. Раньше в нашей специальности широко была такая номенклатура, называлась она «зубной врач». Несколько лет назад, я думаю, где-то порядка 10 лет назад, она была снята, то есть перестали готовить зубных врачей. Почему перестали готовить? Да потому что оказалось, что они не могут быть хорошими специалистами. Из-за того, что их не учат многим разделам специальности, в том числе и фундаментальным наукам. И сейчас зубных врачей не готовят в стране нигде, но с ними поступили очень благоразумно. Им разрешили работать на тех местах, где они уже работали, чтобы они спокойно доработали, получили свою пенсию и благополучно завершили свою профессиональную деятельность. Единственное, что им не разрешено, им не разрешено руководить стоматологическими учреждениями. Они не имеют на это права. Какую роль играют специалисты со средним образованием в нашей стране? Роль их чрезвычайно велика. Ну, например, гигиенист стоматологический. Ради этой специальности имеется номенклатура нашей специальности. Стоматология профилактическая, где работать должен этот специалист. За рубежом гигиенистов примерно половина числа всех стоматологов есть гигиенисты. Чем они занимаются? Они занимаются профилактикой. Они не имеют права ввести лечебный прием. Они работают только как специалисты по профилактике. И работают они в паре со стоматологами, обычно с детским. Когда очень опытный гигиенист, он становится способным работать и один по своей специальности. И роль их очень велика, потому что те процедуры, которые они выполняют, они не требуют столь больших знаний, столь больших усилий, и какие требуют, допустим, специальности стоматолога. Поэтому гигиенист, он несколько более, так сказать, вот, приспособлен к простым лечебным гигиеническим процедурам. Он должен уметь проводить занятия с пациентами. И вот эти специальности, эта специальность, она в связи с этим имеет большое значение. Что бы еще я здесь хотел подчеркнуть? За рубежом гигиениста специально существует примерно уже 70-80 лет. У нас она появилась в 2002 году. Появилась большим трудом. Министерство никак не хотело выделять этого специалиста. Но сейчас поняли все, что этот специалист нужен. Он будет занимать все больше и больше места в нашей специальности. И, в принципе, ни один пациент не должен уходить из стоматологической клиники, пока его не обследует и не поработает с ним гигиенист. Очень интересно специально зубной техник. Зубной техник – это тот специалист, которого учат изготовлять на основании слепков работы, которые ведет врач-стоматолог, ортопед для пациентов. Надо сказать, что в стране где-то примерно около 40 тысяч зубных техников. То есть это довольно много. Но нужно признаться, что образование им дают очень слабое. Вот то образование, которое они получают, не позволяет им работать со сложными различными приборами. Они должны специально этому обучаться. Но зато они достаточно рукастые, и они много что умеют делать. Но в том виде, в каком существует специально зубная техника сегодня, она вымирает. То есть, вот если дальше ничего не будет меняться, то примерно через 5-7 лет таких зубных техников уже не нужно будет. Нужно будет других специалистов. Это должны быть зубные инженеры, которые работают на всех видах стоматологического оборудования, в том числе и на автоматическом оборудовании. Ведь что следует сказать? Мы можем говорить про нашу специальную, что она узкая, там еще целый ряд причин приводить. Но мы являемся первыми в медицине, кто сегодня очень близко подошел к автоматическому изготовлению протезов. Вот уже коронки отдельные и вкладки мы уже можем делать автоматически, с помощью снятия слепков виртуальным способом. И мы сейчас идем гигантскими шагами, в том числе и в России. Специально образовалась такая цифровая стоматология, которая позволяет, или, правильно сказать, позволит нам через весьма такой незначительный промежуток времени полностью автоматически изготавливать протезы. Эти протезы будут очень высокого качества, они не будут очень дорогими. И сейчас уже есть целый ряд лиц в нашей стране, в том числе, которые этим занимаются вплотную. Так вот, для изготовления протезов, в том числе автоматических, нужно специалистов. Специалистов нужно с высшим образованием, с широко образованным. В этом плане нужно сказать, что и в вашем университете делаются такие шаги. Я говорил с руководителем вашего отделения, он мне сказал, что с одним из вузов имеется договоренность, где это оборудование устанавливается, где эти люди будут работать, и где они будут, в том числе, обучать вас этой работе. Но эта специальность, в принципе, не медицинская. Она на середине где-то. Она и медицинская, и техническая специальность. Поэтому роль ее очень велега, и она тоже изменится. Но медицинская сестра и помощник стоматолога, это, в общем-то, понятная специальность, и я на них останавливаться не буду. Теперь высшее образование. Высшее образование получают у нас стоматологи в вузах. Это университеты, как вот вы, где обучаетесь. Это академии. Это ряд институтов. Образование стоматологов примерно на 95% очное. Но бывает еще и в небольшом количестве очно-заочное. В основном очно-заочное образование получают люди, которые раньше закончили зубоврачебное отделение. Их, значит, учат очно, по-моему, полтора года, и заочно три года. Ну, вообще, это плохая форма образования. Она связана с тем, что люди хотят из среднего образования получить высшее. И они вынуждены. Для них нашло государство вот такую возможность. Но это плохое образование, потому что они, прежде всего, плохо знают фундаментальные вопросы. Они их учат заочно. А что такое заочное образование? Райки, напомните, заушное образование. Плохое образование. Это заочное, особенно в медицине. Поэтому вот эта сторона скоро закроется. Те виды образования, это постдипломное. Оно идет достаточно широко по стране. Производится в вузах, на факультетах постдипломных, на кафедрах, на специальных курсах, в специальных центрах. Вот надо сказать, что постдипломное образование имеет достаточно много типов. Это, например, дополнительное образование. Что имеется в виду? Ну, это вы терапевт-стоматолог, хотите работать ортопедом. Вы должны пройти специальное дополнительное образование и получить для этого диплом. Усовершенствование. Если вы хотите, допустим, усовершенствовать свои специальности или в каком-то одном ее разделе, например, вы терапевт, хотите улучшить свои знания по эндодонтии, значит, вы должны пройти соответствующие курсы и получить этот диплом. Бывает очное и заочное. Это, в общем-то, надо сказать, достаточно хорошо себя оправдывает в постдипломе, и оно широко сейчас распространяется. Более того, сейчас идет оно в основном на уровне специальных лекций, специальных мастер-классов, которые даются через систему телевидения. Это так называемая телемедицина. Ее роль становится все больше и больше. Сейчас и операции проводятся под телемедицинским наблюдением. И вообще, надо сказать, что этот раздел будет дальше все больше и больше развиваться в виде, как записано здесь, очного дистанционного образования. Но есть одно но. Если быть откровенными, а нам надо быть откровенными, постдиплом образования в нашей стране никакое. Оно очень слабое. Почему? Да потому что сами кафедры и центры, где оно проводится, они плохо оснащены. Люди получают преподавателю низкую зарплату. Они не задержатся на этой работе. И поэтому это все образование, и правительство знает это, и министерство знает это, оно слабое. Слабое откровенно. Сейчас идет его потихоньку модернизация. Но модель хорошая, не отработана. Нет такой модели, которой можно это образование разом преобразовать. Нет такой модели. За рубежом там специально существуют такие курсы. Эти курсы в основном основаны на том, что, как говорил Гиппократ, лучше способа нет обучить, когда я тебя обучаю, а ты у меня учишься. Вот там основано в основном на этом принципе. Все постдиплом образования там платное всегда, за него надо платить, оно дорого стоит. И потом очень много постдипломного образования есть на заводах. Завод организует курсы, приглашает туда хороших специалистов, и получается, что эти специалисты там обучаются самым передовым технологиям, потому что и оборудование на заводах на этих хорошее, и последние материалы, инструменты и так далее. Вот таким образом дело обстоит у нас с образованием. Теперь что еще? Какие же кадры мы имеем благодаря тому образованию, о котором мы говорили с вами? Если среднее образование, то вот эти четыре специальности зубной врач, гигиенист, зубной техникой, медицинская сестра. В основном эти четыре вида специальности. А высшее образование, оно дает много специальностей. Вот здесь у меня перечислено 10. На самом деле их фактически больше. Больше 10. Но есть несколько основных. Основной специальностью является стоматолог детский. стоматолог ортодонт, стоматолог ортопед, стоматолог терапевт и стоматолог хирург. Вот это основные специальности. Они примерно составляют где-то, я думаю, процентов 85-90 от всех остальных. Но имеются и узкие специальности. Их достаточно много. это парадонтолог, имплантолог. Имплантолог появилось последние 5-7 лет. Но это бурно развивающийся раздел нашей специальности, про который есть такая, если можно назвать, поговорка, что стоматология дает две надежды. Профилактику и имплантологию. Если профилактика не помогает, то остается только последняя надежда имплантология. Поэтому вот этот раздел очень бурно развивается. По другим специальностям есть специалисты по заболеваниям слизистой оболочки, организаторы здравоохранения стоматологии, рентгенологи, физиотерапевты, эндодонты, гнотологи, челесно-лицевой ортопед. Надо сказать, что сейчас выделилась, официально выделилась специальность челесно-лицевого хирурга. Но этой специальности в стране очень малое количество людей занято. Всего 3% от общего количества стоматологов. Больше просто нет потребности в них. И она, эта специальность готовится из двух видов специалистов. Из стоматологов, которые проходят ординатуру по этой специальности, и из лечебников, которые специально должны окончить ординатуру по стоматологии. Ну, хорошо ли или нет выделить эту специальность, трудно сказать. Я пассивно отношусь к этому и думаю, что время покажет. Так вот, про эти узкие специальности. Надо сказать, что некоторые из них весьма и весьма сложны практике. Вот я хочу например вам сказать заболевание слизистой оболочки. Больных таких немного, но боже мой, какие же страдания они терпят. Представьте себе, такая зона как рот, и вся эта зона пышет болью. И как помочь этим больным? Это очень непросто, сложно. И диагностировать сложно. Все красненькое, все кровоточит, полный рот слюны, все болит, есть нельзя, не дай бог. А заболеваний много, и все они отличаются. В этом отношении эта специальность очень трудная. Очень трудная специальность ортодонт. Лечится обычно пациенты в ней годами, 2-3 года. Очень сложная специальность имплантолог, эндодонт, гнотолог. Эти специальности, их немного в стране, сотни людей, в некоторых случаях тысячи, но это для нашей страны немного, и поэтому эти специальности имеют вот такое большое значение. Надо сказать, что за рубежом особенно, узкие специалисты, они получают очень достойную зарплату, самую высокую зарплату в стоматологии. Теперь я бы хотел еще один раздел от стоматологии осветить вам. Это лечебно-профилактические организации. Какие же у нас организации-то есть? Где мы с вами можем наших пациентов лечить? Ну, прежде всего, их можно разделить на три типа. Это государственные, частные организации и ведомственные. Ведомственные это те, которые ведомства организуют только для себя, для своих работников. это армия, железная дорога, авиация, ФСБ, МВД и некоторые заводы, особенно заводы, которые работают с персональными такими вредностями, атомные производства и так далее. Вот это ведомственная часть медицины, она небольшая. Государственные предприятия. Вот здесь, уважаемые коллеги, у нас в стране полная и абсолютная неразбериха. Значит, я помню период, я 20 лет работал главным стоматологом, поэтому, как говорится, все было это на моей памяти. Значит, тут было у нас иногда до 14-15 видов поликлиник. На сегодняшний день из тех, что остались, вот они здесь перечислены. это областные или республиканские поликлиники. Рыз Абасович, у вас есть такие? Это городские поликлиники стоматологические. Это районные и муниципальные поликлиники. Это детские поликлиники. Вот детские поликлиники могут быть областные, городские и даже районные. Вот, уважаемые коллеги, вы уже все стоматологию в какой-то мере учили. Вот вы представь себе, нужна нам детская районная поликлиника. Какие мысли? Не нужна. Да почему? Сам район по себе небольшой. В районе есть еще школьные кабинеты, еще есть там отделение детских поликлиника и так далее. Нет, строили еще и детские поликлиники стоматологические. В общем, здесь проблема большая. Стоматологические кабинеты, раньше они были в школах и в вузах и на подприятиях и в фельдшерских пунктах. К сожалению, к большому сожалению, наша страна была единственной, которая имела практически во всех школах стоматологические кабинеты. Более того, были специальные проекты школ. Не разрешалось школы делать без стоматологических кабинетов. Не разрешалось. Сейчас, к сожалению, этот вопрос закрыт. Многие кабинеты в школах закрыты тоже. И сейчас их приходится восстанавливать. Специально издан приказ правительством, чтобы провести эту работу. Но восстанавливать их будут на новом уровне для того, чтобы в основном детей лечить там. В школах должны работать два специалиста. Гигиенист стоматологический по профилактике и врач, который может лечить только неоссложненные заболевания в школах. Ну, дальше есть еще зуботехнические лаборатории, есть различные поликлиники, вузов, медицинских колледжей, детских поликлиник, где есть стоматологические отделения. Вот примерно такое количество. вот спросите меня сейчас, какие из них важны, какие менее важны. Сложно сказать, потому что нет четких обязанностей за тем или иным видом поликлиник. Ну, а если иметь в виду нашу стоматологическую братью, то она старается сделать и забрать в свои руки поликлинику побольше, потому что там тогда легче организовать лечение, диагностику и так далее. Но для пациентов это далеко не всегда хорошо и просто. Частные поликлиники. Частные поликлиники это есть клиники, как условно они называются. Обычно клиники бывают от 3 до 9 до 8 кресел. Кабинеты. Под кабинетами имеется в виду не обязательно одно кресло. это может быть частный кабинет на 2-3 кресла. И есть сети стоматологических кабинетов и клиник. Сети имеется в виду когда одна организация имеет сеть кабинетов, в которой работают врачи, которых они нанимаются. Значит у вас есть сети в городе? Есть, да? Как называются сети ваши? Разные, да? Вот хорошо или плохо сети? В принципе хорошо. В принципе хорошо. Потому что в сетях поддерживается определенный уровень. Врачи готовятся согласно этому уровню. Всегда стараются передовую технику и так далее. Но бывают всякие в этом плане и сложности иногда. что-то я перескочил. Помогите мне, пожалуйста. Вы мне показывали на дно назад. это, да? Вот хорошо. Все, спасибо. Теперь в нашей с вами специальности коллеги есть еще стоматологическая служба, которая вот всем этим огромным хозяйством, я вам перечислил, там только основных только 14 разделов ведает. Эта стоматологическая служба, она имеет функцию представления реализации государственных интересов в сфере нашей специальности. Есть два типа службы. В странах, где стоматология преимущественно государственная или смешанная, и в странах, где стоматология преимущественно частная. Вот почему я на этом останавливаюсь. Дело в том, что такая служба нужна в основном там, где стоматология государственная. Она огромная, иногда десятки, сотни тысяч специалистов. Конечно, ими нужно управлять. Это очень сложно. Это очень сложно. А там, где стоматология преимущественно частная, там есть один главный стоматолог, который управляется со всей нашей братьей стоматологической. И там работы не так много, потому что государство не имеет права вмешиваться в работе частных клиник. Вот это очень важный пункт. И это правильно. Не имеет права вмешиваться. Но есть и другой пункт, не менее важный. Он состоит в том, что обязаны частные стоматологические клиники, они обязаны соблюдать все государственные приказы, все нормативы, какие имеются. И они, если это не делают, они могут быть подвергнуты различным наказаниям. Поэтому вот эта сторона очень важная. Ну где преимущественная государственная стоматология? Она у нас в России, в Украине, в Беларуси. Раньше, конечно, была вся СССР, сейчас других стран нет. Значит, какие функции имеет стоматология государственная? Это представление интересов государства и его собственности в специальности. Как это понимать? Вот имеется поликлиника, допустим, на 20, на 30, там, кресел, вообще, были раньше поликлиники до 200 кресел. Вот вы представляете себе поликлинику на 200 кресел? Она фактически неуправляемая. Неуправляемая. А вот когда такие большие поликлиники, особенно, то там, надо сказать, бюрократический аппарат делается очень большой. Иначе сложно управлять этой клиникой, сложно осуществлять финансирование. Финансирование выделяется в нашей стране в основном или подушно, как вот я знаю, делается в Татарстане, или выделяется в соответствии с системой ФОМС, медицинское страхование на каждого человека. Выделяется определенная сумма в стоматологии в год. Что можно сказать по финансированию? По финансированию можно сказать, что ни в одной стране мира, коллеги, в стоматологии не хватает денег от государства. Государство ни в одной стране мира не может обеспечивать государственные финансирования, потому что оно очень дорогое. Вот еще до недавней поры в среднем финансирование по стране было до 50 рублей на человека в год. Вы ведь все сами лечились, наверное? Что на 50 рублей можно сделать? Открыть рот и закрыть рот. Значит, именно исходя из такого положения, исходя именно из такого положения, было разрешено в государственных поликлиниках частный прием. И назывался он платный прием. Благодаря этому значительная часть населения могла доплачивать и денег более-менее хватало. Но более-менее. Сейчас повысилось финансирование. Но вот как оно повысилось? Значит, у нас имеются достаточно достоверные данные, что пломба из фосфат цемента, то есть, иначе говоря, самая простая, стоит где-то порядка 250 рублей. Порядка. А в год выделяется на чека в среднем меньше 200 рублей. Где-то 180, 220, вот где-то вот в этих пределах. Значит, в лучшем случае на одну пломбу, а так как деньги не всегда выделяются по разным причинам, то получается, что бесплатная стоматология в нашей стране понятие условное. Вынуждены сами поликлиники искать выход из положения. Причем, получается, не очень красивая картина, коллеги. В чем состоит эта не очень красивая картина? Ну, допустим, в стоматологической поликлинике выделяются определенные средства, которые и начальство, и врачи, и медицинское начальство заведомо знают, что этих денег не хватит на бесплатный прием. Не хватит этих денег. Как быть? Заставляют принимать, а как можно принимать? Только если в одном месте чего-то убавится, а в другом месте чего-то добавится. То есть это толкают, в том числе стоматологов, на коррупционные действия. И в стоматологии коррупция, не могу сказать, что очень распространена, но заметна. Так что вот с управлением стоматологической службой и вообще со стоматологической службой в стране большущие проблемы. Эти проблемы не начинаются и не кончаются. Они идут все время. Я думаю, что мне-то вряд ли, и я думаю, что и Раису Абасовичу вряд ли удастся присутствовать при времени, когда будет стоматология хорошо управляться. А вот вам-то, наверное, придется. я лично связываю это будет тогда, когда стоматология в стране станет преимущественно частной. А в том, что это будет, лично у меня нет никаких сомнений. Я еще раз вам говорю, есть аксиома. Аксиома важнейшая. Она состоит в том, что ни в одной стране мира нет достаточно средств у государства, чтобы сделать современную стоматологию государственной и бесплатной для населения. Но здесь еще указаны, что есть у нас облздравотделы, министерства, что там сидят чиновники, которые этим всем управляют. Плохо управляют. И не потому они плохо управляют, что не знают управления. Иногда знают и неплохо знают. Нету средств, нету возможностей. мы пока автоматологии их по моим данным и не будет. Главные врачи имеются в большинстве поликлиник. Значит, эти врачи в основном неплохие специалисты. Они хорошо знают свое дело, они умеют управлять, но в чем беда? А беда вот в чем. Денег не хватает. По фонду обязательного медицинского страхования выделяется их недостаточно. С главного же врача требует прием бесплатный. Вот он и вынужден искать выход. Этот выход не всегда бывает государственный и не всегда бывает достаточно разумный. Значительное по-другому обстоит дело в частном секторе. Частный сектор, он, во-первых, уже говорил я вам, что обязан соблюдать медицинское законодательство, вести учет и отчетность, выполнять все приказы Минздрава. Но он не подчиняется ни Минздраву, ни его различным организациям. Кому же он подчиняется? Он подчиняется своему руководителю. Во многих странах мира руководители частного сектора стоматологических поликлиник. Обычно бывают врачи. И там запрещено, чтобы владельцы клиник были не врачами. В России это не запрещено. Но я думаю, к этому мы идем. Может быть, это будет, но трудно пока сказать. Но есть один важный момент, который вы должны знать, потому что, к сожалению, здесь могут быть нарушения. Никогда не может быть владельцем частной клиники гигиенист. Никогда этого не должно быть. Если только это будет допущено, а они способны к этому, то это может привести к резкому падению качества работы. Итак, следующий раздел, о котором бы я хотел упомянуть, именно упомянуть, потому что здесь сложно говорить о деталях, это вопрос финансирования экономики стоматологической помощи. Ну, наверное, более такого раздела малообоснованного, законного в нашей специальности нет. казалось бы, ну, что сложного? Пришел пациент, которому государство выделило деньги, ну, например, подушевой финансирования, он получил помощь, и государство ему оплатило. Все вроде нормально, но такого нет. Нет, и на мой взгляд, не будет. Как сейчас финансируется большая часть стоматологической помощи в государственном секторе? финансируется таким образом. На год выделяются определенные средства фондом обязательного медицинского страхования, которые исчисляются в разных случаях по-разному. Иногда по душевой исчисление идет, иногда по учреждениям. Разные есть варианты. Но суть их в одном, что никогда эти средства заранее точно и полностью не доходят до учреждения. А раз они не доходят, то значит уже планировать нельзя. Планировать можно только то, что есть, а то, что будет или может быть будет, сложно. Но тем не менее выделяются вот эти 200 рублей, о которых я говорил, на человека, и в пределах этих 200 рублей нужно вылечить пациента. Можно ли это сделать? Практически можно одну пломбу поставить. И то не всегда. И то не лучше. Вот отсюда и получается. А если я хочу подготовиться к протезированию, если у меня 5-7 больных зубов, то еще удалить надо, да еще эндозонтическое лечение, вот тогда возникают платные услуги. А если у человека нет денег заплатить за эти услуги, он окажется в очень жестком таком положении. Что здесь делать? Если у него нет денег, он начинает жаловаться. Главному врачу звонят, вы почему деньги берете? Вы не имеете права брать деньги. Почему вы заплату лечите? Ну и конфликты и все подобное. Короче говоря, этот вопрос очень слабо урегулирован. И связано это прежде всего с двумя вещами. Первое, ну у нас финансовое положение страны далеко не простой, вы все это знаете. А второе, это главное, к сожалению, это даже не знают наше медицинское начальство, что стоматологию нельзя финансировать в достаточном количестве. Никаких денег у государства не хватит. Вот уважаемые коллеги, с вами может некоторые уже встречались. Вот приходит пациент в частную клинику, его смотрят и говорят, что для того, чтобы довести вас до нормы определенной здоровья стоматологического, вас нужно лечить от полугода до года и это лечение будет стоить допустим 3 миллиона или 2 миллиона. Если у человека есть деньги, он на это соглашается. Если нет, значит он получает лечение у одного-два зуба по обращаемости, которые его беспокоят. Поэтому сейчас финансирование экономик стоматологии оно все время живет на каких-то временных схемах. Временных схемах. И отсюда большие сложности в первую очередь для населения, во вторую очередь для вас, врачей, в третью очередь для государства. Надо ли искать виновного здесь? Да надо смотреть в зеркало. Мы сами с вами виноваты. В чем мы виноваты? У нас производительность в стране слабая. И в общем-то средства тратятся далеко не всегда понятно. И много других есть моментов. Поэтому вот этот вопрос финансирования экономика здравоохранения он больной вопрос. Он больной вопрос. Что касается болезни, получается так. президент требует от здравоохранения в два раза увеличить зарплату врачам. Берут под козырек министерство и все остальное. Да, мы выполним это. Когда начинает смотреть деньги, которые выделены фонды обязательного медицинского страхования, денег не хватает. Ну вот дальше делайте, что хотите. Вот такая ситуация. Я с вами совершенно откровенен. почему? Да вы здесь наверное у вас последний курс, да? Третий, да. Потому что вы через год-два встретитесь со всем этим. И это не нужно воспринимать как какую-то катастрофу. Это наверное правильно воспринимать как временное обстоятельство. Но вы сами наверное слышали такую поговорку, что нет ничего более постоянного, чем временные трудности. К сожалению, у нас так же. Хорошо, следующий раздел это наука стоматологии. Что здесь можно сказать? Наука нашей специальности она выполняется в НИИ, в том числе есть одно специализированное НИИ, это НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. Она выполняется в ВУЗах. Довольно большие проблемы решаются путем инициативных исследований. Причем наша специальность такова, что многие инициативные исследования делаются даже в практических поликлиниках, имеющих клинический характер. Это особенность нашей специальности, особенность наших людей. И наконец, имеются научные лаборатории при ВУЗах и предприятиях. Вот это те места, где выполняются научные исследования. Они делятся на три раздела фундаментальной работы. Это работы, которые связаны с изучением фундаментальных свойств тканей или материалов стоматологии. Это допустим свойства слюны, зубов, эмали, слизистой оболочки, регуляция их и так далее. Эти фундаментальные исследования чрезвычайно важны. Чрезвычайно важны. Без них не может быть движения вперед. И любое движение вперед именно оно связано с фундаментальной исследованием. В России фундаментальные исследования особенно этот раздел слаб. Где-то примерно до 52-55 года мы шли вровень с исследованиями зарубежными. Ну а потом, к сожалению, мы быстро отстали. И отстали из-за того, сейчас это признается официально, говорить об этом не стыдно, потому что это было и есть из-за того, что мы прозевали научно-техническую революцию. По крайней мере, в медицине и в биологии. Вы, наверное, слышали, может быть, для вас это сейчас звучит смешно, например, запрещали у нас преподавать генетику. Вот лично я, когда учился, у нас генетику не преподавали. Говорили, что это буржуазная наука. Вейсманизм, организм. Это крупнейшие ученые зарубежные, занимающиеся генетикой. Вот говорили, что это нельзя этим заниматься, что это буржуазные течения. Ну, и много подобного было. Но самое главное, что не выделялось достаточно средств на это, так же, как вы не выделяете и сейчас. Поэтому, вот я в начале своего выступления вам сказал, что меня, когда я познакомился с вашим университетом, прельстило, прежде всего, что у вас есть возможность заниматься фундаментальными исследованиями. Значит, у вас есть возможность здесь многому научиться и, что самое главное, расти. Это очень важно. Тут иногда ведь получаешь в этих исследованиях такие результаты, что сам диву даешься, кажется, что ты ошибся. А при более глубоком подходе оказывается, что нет, это так. но только всему этому есть объяснение. Я вот собираюсь в одной из своих лекций, наверное, в последней рассказать вам про одно такое исследование. Вот просто, чтобы показать пример, что и как бывает. Вот вы, наверное, знаете, многие у вас попадало, что во рту вы чувствуете, иногда попадает случайно волос. Было это? Наверное, со многим было. Как же этот волос мы чувствуем на зубах? В зубах же нет ни рецепторов, ничего. Вот стала такая проблема. И как, и что она показала, и каким образом она повернулась, я намерен вам одной из лекций рассказать. Потому что иногда бывают чудеса, в которые ты вначале не веришь, а потом жизнь заставляет поверить. Очень важны прикладные исследования в стоматологии. Прикладные исследования это имеется в виду, допустим, исследование новых материалов, новых технологий лечения, новых подходов. Это все важные такие вещи, и ни одно из новых материалов или новых технологий нельзя пустить в строй, пока не будет изучено в деталях. Потому что иногда это приводит к ужасным вещам. Поэтому здесь нужно всегда быть очень осторожным. И в нашей специальности гораздо больше, чем в любой другой медицинской специальности очень важны материаловедение, техника, вопросы организации управления, компьютеризации и программного обеспечения. Это еще один раздел науки, который также очень важен. чрезвычайно важна для стоматологии материаловедение. У вас было материаловедение? Вы учили его? Что-нибудь помните? Плохо, мало, да? Ну, что сделаешь? Материаловедение ведь это тот раздел, без которого невозможно движение вперед. Вот, например, мы сейчас с вами говорили про имплантологию, что важное значение имеет имплантология. А ведь не было бы имплантологии, если бы мы не нашли металлы для этих целей. Оказывается, что очень малое количество металлов подходит для имплантологии. В первую очередь титан, потом подходят еще такие металлы, как тантал, как никелит титана. То есть их очень мало, и пока они не были найдены, просто нельзя было себе представить, чтобы развивалась стоматология. Потому что металлы такие, будучи погружены в костные ткани, в челюсть, они не вызывают никакой реакции, вокруг них не развивается воспаление. Просто нужно хорошо, опять же, с помощью математики, рассчитать нагрузку и принять ряд мер, чтобы эти зубы не растворялись и остались на своем месте длительный промежуток времени. А что такое длительный промежуток времени в стоматологии? Год? Два? Пять? Оказывается, тоже есть точное понимание этого. Промежуток жизни в стоматологии длительный – это количество лет, которое примерно равно оставшейся жизни человека. Вот, допустим, мы недавно изучали, сколько держатся пломбы, которые ставим мы с вами. Оказалось, что пломбы из фосфоцемента в среднем два-два с половиной года, из химических композитов где-то от года до двух с половиной, из пломбы химического отверждения где-то примерно до двух с половиной лет, а пломбы из амальгамы 11 лет в среднем. вот это уже совместимо с оставшейся жизнью некоторых людей. А что значит? А значит, что вы поставили такую пломбу, если все хорошо сделано, можно забыть про этот зуб. Он будет стоять достаточно долго. И вот волевым методом, когда-то амальгама была удалена из стоматологии, это было в 88-м году, сейчас мы всерьез думаем о том, чтобы ее возвратить, по крайней мере, на постоянные зубы, вот шестые, седьмые. Поэтому вот таким образом материаловедение связано с нашей работой. Как же, уважаемые коллеги, управляется наша специальность? Ну, у нас как бы есть два механизма. Один механизм, когда стоматология управляется владельцем. Владельцем. А кто является владельцем стоматологической поликлиники? Главный врач? Нет, не главный врач. Владельцем является государство. И государство только доверяет своим людям, которых она считает достаточно подготовленными и грамотными на том, чтобы вести все это огромное хозяйство. А какое это огромное хозяйство? При советской власти было у нас в стране около 10 тысяч поликлиник государства. Около 10 тысяч. Сейчас снизилось примерно, точно никто не знает, раза в три количества. Но зато увеличилось количество частных. И вместе с частными государственными поликлиниками сегодня в стране примерно 20-30 тысяч. То есть очень много. И вот ими управляют стоматологи. В принципе имеют государство назначить и другого специалиста, но это нецелесообразно. И когда другой специалист бывает главврачом стоматологической поликлиники, это никогда не кончается добром. Это всегда приводит к некомпетентному управлению. А хуже некомпетентного управления ничего не бывает. Так вот чем же управляют главные врачи? Чем управляет министерство стоматологии и так далее? Они несут так называемое административное управление. Административное управление это значит, что они управляют от имени владельца. Они решают такие вопросы, как готовят новые приказы, новые положения, готовят открытие новых клиник, поликлиник и целый ряд других действий. То есть действия владельца. А есть второй вид управления, так называемое профессиональное управление. Ну вот например, вы можете себе представить, чтобы министерство допустим написало и сдало учебник. Это невозможно. Чтобы люди из министерства определили качество специалиста. Это тоже невозможно. То есть есть огромное количество функций, примерно 40 функций, которые министерство выделяет, больше 20, где-то 25-28 функций способны выполнять только профессионалы, специалисты. Это во всех странах мира. И в России, и за рубежом. И вот эти специалисты, они во всех странах мира объединены в профессиональные организации. В том числе в стоматологии профессиональной организацией главной и фактически единственной является Стоматологическая Ассоциация России или СТАР. Она имеет представителей во всех регионах страны. Люди эти избираются. Избираются на три года. Заранее избирается тот, кто будет после избранного президента, так называемый президент-элект. И он три года работает с избранным президентом и готовится. А когда он завершит свой срок пребывания на этой должности, то тогда он еще три года работает так называемым паст-президентом. И вот эта заменяемость и заменяемость имеют совершенно важное значение, потому что они не дают развиваться бюрократии. Это очень важно. Значит, вот наша ассоциация с вами, Стоматологическая Ассоциация России, она была создана первой в стране в нашей в 92-м году. И вот сейчас, значит, следующий год будет 25 лет, да, получается? Да. 25 лет будет. И она единственная из ассоциаций, которая реально управляет профессиональным управлением страны. Очень много. Вот у вас ежегодные конференции бывают в городе? В Татарстане. Кто их ведет? Совершенно верно. И вот таких конференций и связанных с лечением, и связанных с наукой, в стране ежегодно бывает примерно 30. Примерно 30. Из них в Москве три, в Питере одна, и во всех крупных городах по одной, по две конференции. и там обсуждаются вопросы специальности. И там делаются реальные шаги по развитию специальности. И это очень важно. И все вы потом после окончания вуза автоматически или добровольно можете стать членом этой ассоциации и решать свои профессиональные вопросы. У нас вот крупная организация одна, в ней примерно 40 тысяч стоматологов. А есть еще небольшие организации. Например, в некоторых городах есть ассоциации частных стоматологов. Они решают свои конкретные вопросы. Ну и еще есть целый ряд организаций по специальностям. По специальностям. Что я имею ввиду? Ну например, ортопеды, ассоциация ортопедов, есть ассоциация руководителей здравоохранения и так далее. Таких организаций очень много. Что касается их возможностей, то когда они образовались, вы даже не можете себе представить, насколько их в штыки восприняло официальное административное управление. я имею ввиду министерство, репартаменты здравоохранения, они отказывались признавать. Зачем вы нужны? Вот у меня в частности в то время был президентом ассоциации, был такой разговор. Я говорю, хорошо, мы не нужны вам. А кто будет писать учебники? А кто будет заниматься вопросами, связанными, допустим, с конкурсами, с улучшением преподавания, с улучшением работы? Вы будете заниматься? Мы. А как вы будете заниматься? У вас есть специалисты? А в Минздраве был один человек, я был главный специалист. Я говорю, я не буду этим заниматься, я не могу. И постепенно, очень медленно доходило до руководства здравоохранением, государственным здравоохранением, что они, правильно сказать, их возможности очень ограничены. Они могут заниматься только управлением имуществом государственным. Так это сейчас и делается. Теперь, что касается шагов, вот недавно была аккредитация. Некоторые сидящие здесь в зале знают, что это такое. Аккредитация специалистов. Это, чтобы допустить до практической работы, нужно было сдать специальный экзамен. Вы представляете, этот экзамен сдавало порядка 25-30 тысяч человек. Кто будет их принимать? Кто будет принимать? Вузы для этой цели не годятся, они готовят сами кадры, и они тогда не могут объективно оценить своих учеников. Конечно, их ученики будут самыми лучшими. И вот наконец в это время, в этом году, в 16-м было, министерство вынуждено было обратиться к Ассоциации стоматологов России, потому что смогли подготовиться к этому и реально провели эту аккредитацию только стоматологи. Обратились к нам за помощью, помогите нам провести аккредитацию. И мы помогли. Без этого ничего не вышло. Следующий год аккредитироваться будут уже хирурги, будут аккредитироваться педиатры, а у них нет такой ассоциации, у них близко ничего подобного нет. И сейчас стоит вопрос, а что же делать? они уже обратились к нам, к стоматологам, помогите нам, давайте, чтобы помочь, надо деньги, без денег нельзя, а денег ни у кого нет. И вот сейчас стоит вопрос вообще, удастся ли провести следующий год или нет. То есть проблема становится все интереснее, все глубже и все нужнее. Поэтому роль профессионального управления в нашей стране будет расти. я не знаю, вот в этот раз я сумею ли прочитать вам детально про административное и профессиональное управление лекции, потому что это очень важный вопрос, потому что вас, например, главный врач или какой-то руководитель не имеет права заставить заниматься административными вопросами и профессиональными не может. А ассоциация может не только не заставить, а договориться с вами, заплатить вам за это дело. Так что вопрос очень непростой. Что еще я бы хотел сказать? Кроме этих всероссийских федеральных у нас есть еще профильные, я немножко упоминал об этом. Это, допустим, такие ассоциации, как имплантологов, по детской стоматологии, по профилактике и так далее. Но нужно сказать, что мы еще участвуем в нескольких организациях. В России у нас есть врачебная медицинская ассоциация. Мы, как стоматологи, группой своей входим в нее. И надо сказать, что нам удобно, они многие вопросы решают, они имеют непосредственный контакт с министерством. Есть врачебная палата, в которой мы тоже участвуем. Но они все имеют одну беду. Они пытаются наложить на нас руку, чтобы мы им сносы платили и так далее. А зачем нам платить сносы? У нас есть своя ассоциация. Мы всегда платим сносы. Если вы будете на нас работать, так мы с ними говорим, помогать нам, то мы вам тоже будем часть денег отчислять. Но это, к сожалению, пока не получается. Итак, общественные организации занимают сегодня важнейшее место в управлении нашей специальностью. Важнейшее место. несмотря на то, что большая часть принадлежит стоматологической собственности государству. И поэтому, значит, так как близится время, что она будет передана самим специалистам или путем приватизации, или путем продажи, мы неизбежно к этому идем, и тогда роль общественных организаций резко возрастет. Они будут выполнять тогда и функции административного управления. Я бы хотел вас ознакомить с теми нашими заводами, предприятиями, с фабриками, которые у нас есть в стоматологии. Когда я упоминал вам про особенности стоматологии, я не упомянул, что у нас есть стоматологическая промышленность, то есть та промышленность, которая выпускает различные стоматологические материалы. Вот имеются заводы, достаточно большое количество, и они в большей своей части частные. Вот стоматологические установки. Одна из важнейших так сказать инструментов, которые мы должны иметь. Я должен вам сказать, что они в России удовлетворительного качества не выпускаются. У нас нет, в стране нашей нет хороших стоматологических установок. Мы не умеем их выпускать, и у нас нет заводов, которые выпускают высококачественные установки. И мы каждый год вынуждены закупать более трех тысяч установок и тратят на это колоссальные деньги. Но никто не может начать их выпускать, потому что это довольно дорогое дело, государство денег не дает, участников пока на это дело денег не хватает. Из заводов, которые есть у нас по стоматологии, крупнейшим является Казанский медико-инструментальный завод. Это известный КМИС, это прекрасное предприятие, которое находится в городе Казани. Они выпускают в основном инструменты и такие вещи, как различные боры, для донтии, различные так сказать, ультразвуковые установки и целый ряд других. это завод, который способен выпускать очень много для стоматологии. Но он такой, к сожалению, в основном советского типа, и он выпускает хорошие вещи, но в торговле он пока еще обучается. А обучение торговли в любой специальности, в том числе в стоматологии, это дело тяжелое, но я призываю пользоваться его материалами, потому что он выпускает достаточно хорошие материалы. Насколько мне известно, в 16 стран они экспортируются, поэтому этим инструментом это можно доверять. Есть еще несколько крупных заводов. Таким крупным заводом является стомадент. Он находится в Подмосковье, выпускает в основном стоматологические материалы, в том числе очень хорошие выпускает он композиты, им вполне можно доверять, они очень хороши. Есть крупный завод в Екатеринбурге Аверон, он выпускает зуботехническое оборудование, в том числе много современного оборудования. Его продукция в 11 стран мира. посылается. Почему я вам об этом говорю? Вы же, как говорится, не собираетесь его покупать просто так. А может быть, будете собираться. Почему? Если вы будете организовывать частную клинику, или если вы станете главврачом и завотделением, то вам придется покупать оборудование. И вам придется в деталях вникать во все это. Потому что вы будете заинтересованы, чтобы получить за свои деньги то, что достойно этих денег. Поэтому я бы рекомендовал вам к этому вопросу отнестись внимательно. Всем вам это может понадобиться и очень быстро. Еще есть один крупный завод, который находится в Белгороде. Может быть, вы его знаете. Он выпускает в основном стоматологические материалы. Он торгует продукцией, насколько мне известно, казанского завода КМИЗа. А вообще что выпускается в стране? Вот здесь вверху перечень этого оборудования. Выпускаются стоматологические наконечники, причем в четырех местах, ни много, ни мало. Это очень важный инструмент. Различные стоматологические инструменты, эндодонтические инструменты приспособления, они выпускаются только на КМИЗе, у вас, в Казани. Рентгеновские установки и диагностическое оборудование выпускаются мало и не очень высокого качества. Ультразвуковые аппараты неплохие выпускаются в России. Лазерные установки выпускают тоже, на них можно работать, нормальные, но за рубежом более высокого качества. Ортодонтическое оборудование, инструменты и материалы, различные виды зуботехнического оборудования, стерилизационное оборудование, одноразовая одежда и приспособления, это выпускается в России и очень дешево стоит. Выпускаются импланты, имплантологическое оборудование, инструменты, парадонтологические инструменты, гигиенические инструменты и аппараты, материалы для пломбирования зубов и каналов, вращающие инструменты и приспособления. Из материалов представлен список пломбировочные материалы, гипсы, воска, что очень важно выпускается в нас в стране зуботехнические пасты, ой, зубные пасты. Это была большая беда. В России у нас до 1988 года вторсодержащие пасты не выпускали. А это важнейшее средство для профилактики кариеса. И вот огромная страна, одна из крупнейших стран мира не могла научиться выпускать эти пасты. В чем было дело? Не давало достаточно средств для их разработки. И когда в 1988 году мы наконец дождались первую пасту выпустили, оказалось, что в ней и фтора много, все, но она не работает. Дело в том, что работают только те пасты, где фтор находится в состоянии ионов. А они выпустили эту пасту в завод вместе с кальциевой основой. Фтор взаимодействовал с кальцием и весь попал в кальций и не проникал в зубы. Вот такая была история, такое было большое поражение. Сейчас пасты в России достаточно, в том числе отечественных. Очень хорошие отечественные пасты выпускаются в Питере. Они сравнимы с зарубежными. Что касается зарубежных паст, то мы рекомендуем пасты фирмы Проктор Гэмбелл Колгейт. Это лучшие в мире пасты, более-менее доступные цены. Это замечательные пасты, их нужно широко применять. Выпускается в стране еще много других вещей. И тампоны, и турунды, и так далее. А хватает ли это в стране, все, что выпускается? Нет, не хватает. В среднем можно сказать, что за счет своих материалов, оборудования мы обеспечим только 50% потребности. Что, с чем самая большая беда? У нас нет стоматологических установок своих, отечественных, и они не выпускаются. Не выпускаются фарфоровые массы в нашей стране, используем только зарубежные. Не выпускается хороших рентгеновских установок в стране в нашей. Вот это те основные позиции, которые не выпускаются. Но зато в последнее время мы научились выпускать очень неплохие имплантологические оборудования. неплохое. То есть мы постепенно здесь движемся, но из-за нехваток средств, так сказать, из-за этого мы движемся не с той скоростью, которой бы хотелось. Ну вот здесь перечислены материалы для массового использования, в том числе жевательные резинки, зубочистки, дезодоранты. А жевательные резинки вам читали лекции вообще про них или еще не дошли вы до этих лекций? Они полезны или вредны? А? Значит, при правильном употреблении, при правильном составе они очень полезны. Поэтому нужно просто знать, как их употреблять, и они себя оправдают. вот что касается того, красным цветом здесь обозначено, не выпускается еще, я вам не сказал, современные анестетики. Вот они в России не выпускаются. И все анестетики мы вынуждены покупать. Не могу воздержаться, чтобы не рассказать вам историю с анестетиками. Значит, их начали вводить в Россию уже после того, как СССР разрушилась, где-то в 91-м, 92-м году. Анестетики великолепные. Они были в специальных приспособлениях, карпулы, вы, наверное, знаете, и попадали в таком виде к врачам. Но очень дорогие были шприцы, специальные шприцы, дорогие были сами карпулы, и поэтому они внезрялись очень медленно и применялось все время раствор наукаина применялся, который, ну, как анестетик, сегодня вообще не применяется в стоматологии из-за своей слабости, из-за целого ряда недостатков свойств. Вот мы задумались в ассоциации, как же сделать, как же быстрее, чтобы стали покупать. И мы такое силовое воздействие применили. Мы запретили врачам работать, которые не применяют анестетики. И получилось так, что в результате вот такого силового подхода через два года все врачи России стали применять анестетики. И это длится и сейчас. И мы не можем себе представить лечение, даже во многих случаях кариеса, без применения анестетиков. И вот то, что больные постепенно стали перестали бояться ходить к стоматологу, и лечение стало во многих случаях при правильном применении анестетиков безболезненным, это целиком влияние не министерства, это влияние ассоциации. Это сделали мы и слава Богу. Сейчас даже трудно себе представить, чтобы какие-то болезненные операции производились без анестетиков. И если мы такое узнаем, мы можем этого врача отстранить от работы. Дальше что? В России имеется целый большой такой обслуживание которые представляют собой ремонтные организации. Почему это возникло? Раньше во всей нашей стране я имею ввиду при советской власти была такая организация которая называлась помните как она называлась? В общем она занималась единственная организация занималась обслуживанием установок вот сейчас даже забыли и установок и все остальное и вот эта организация вызовешь оттуда человека он придет к тебе через 10 дней через неделю потому что их было очень мало а установки портились часто и поэтому врачи стали как-то находить в своей среде таких людей которые могли их починить когда пришел рынок к нам то эта проблема исчезла сама образовались многочисленные да называлась она медтехника слава богу вспомнил медтехника даже уже забываешь так вот стали организовываться множество фирм и сейчас между ними конкуренция за то чтобы обслуживать установки стоматологические для того чтобы так сказать вот заниматься их внедрением при этом функции их стали очень очень широкими они планируют клиники они знают как подвести воду куда электричество они отвечают за свою работу и многие из них работают очень качественно между ними конкуренция это говорит о том что вопрос решен очень правильно и на уровне достаточном для качественной и даже более того высококачественной работы они же занимаются поставкой запасных частей ремонтом оборудования что касается поставки запасных частей то имеются большие склады самые современные у вас есть такая фирма в городе да Рокадомед Рокадомед который имеет склады и выполняет функции о которой мы с вами говорим на самом высоком уровне эту фирму можно сравнить по уровню его работы с самыми передовыми фирмами мира сейчас она даже налаживает посылочную торговую вот к чему привело наличие рынка и рынок во многом облегчил и улучшил нашу работу это очень важно далее печать и масс медиа это тоже одна из важнейших функций которые входят в стоматологию значит до 92 года в стране издавался один журнал назывался он стоматология он издается и сейчас но он далеко не самый лучший по качеству там правда научные статьи многие помещаются сейчас в стране более 50 журналов и если вы захотите издавать журнал никакой проблемы нет вы просто его зарегистрируете и будете работать у вас в Казани ведь издается по стоматологии что-то жаль город большой факультет хороший надо издавать так вот издаются журналов примерно 50 это говорит примерно где-то больше половины территорий издают свои журналы по стоматологии газет издается примерно 50 издается огромная учебная литература здесь я могу сказать одно далеко не всегда на хорошего качества потому что издавать стало легче человек если заплатить деньги он издаст тот или иной учебник но получается что за качество не всегда он отвечает монографии множество издается в том числе переводных монографий есть стоматологический интернет вы пользуетесь интернетом стоматологический есть стоматологи ру это интернет который ведет ассоциация есть и много других интернетов диски программы то есть сейчас возможность получить современные знания возможность проконсультироваться возможность так сказать вот научиться чему-то колоссальное все зависит от вас хотите научитесь этим пользоваться этим заниматься я не сомневаюсь что большинство из вас это может делать и это в общем очень важный и нужный подход реклама существует огромная стоматологическая реклама она идет как среди профессионалов то есть среди вас стоматологов по оборудованию по инструментам по технологиям и так далее и реклама идет среди населения особенно велики велика реклама по товарам массового спроса она и должна быть велика это речь идет о зубных пастах о зубных щетках о других средствах для профилактики и мы эту программу рекламную как ассоциация как стоматологи должны поддерживать и должны в общем-то помогать ее распространению особенно если те или иные материалы хорошо изучены к сожалению есть фирмы которые не изучают научно свои материалы например вот фирма rocks много ее продается всяких пастам отдушек и так далее но вот за качество к сожалению трудно отвечать хотя сделано очень красиво что касается пропаганды и рекламы среди профессионалов оборудования инструментов технологий то это делается только в профессиональных журналах и делается только среди специалистов это в принципе нормально вот чего не должно быть никогда к сожалению у нас до сих пор это бывает не должно никогда рекламироваться услуги специалистов вот вы должны знать что вы не имеете права написать что я вот в такой-то клинике работаю принимаю больных что у меня есть то-то то-то это нельзя делать это непрофессионально это осуждается поэтому вот реклама среди нас специалистов не должна быть пациент должен сам открыто выбирать своего доктора это его право он имеет право это у нас законодательно написано следующий раздел это выставки вот это тот раздел в котором мы преуспели по-моему в Казани тоже не было еще выставок да я знаю что сейчас договорились будет в два года раз выставка в Казани значит выставка это огромное мероприятие я бы назвал ее стоматологическим праздником потому что выставки стоматологические они идут отдельно там другого оборудования медицинского особенно обычно не бывает и вот они бывают чаще всего специализированные таких выставок в стране около 30 в год в Москве может быть кто-то из вас уже бывал изумительная выставка бывает трижды в году где примерно представлено 500 фирм из разных стран мира там можно увидеть и научиться и купить все что вам надо поэтому это очень важный раздел и что самое важное его ведет не государство его ведет стоматологическая ассоциация России это очень важный момент ну иногда в медицинских выставках участвуют стоматологи потом есть выставки федеральные то есть для всей страны а есть территориальные вот то что я спрашивал сейчас Раиса Абазовича то есть допустим в Казани может быть для Татарстана и соседних территорий ну и наконец есть специальные фирмы которые делают выставки например такая фирма как Дентал Экспо она где-то более 20 выставок в стране делает и она это большой профессионал и нужно знать о том что эти выставки достаточно грамотные и очень важные широкие ну наконец еще один раздел деятельности стоматологии это торговая организация вот раньше в стране у нас были в основном фирмы зарубежные торговые в основном потому что они не доверяли России они не доверяли нам с вами что мы можем хорошо научиться торговать и так далее сейчас чисто зарубежных выставок торговых организаций практически нет обычно они набирают российский персонал или находят российского партнера и продают свой товар надо сказать что в общем-то торговля это идет успешно 50% примерно у нас зарубежных материалов тем более во многих случаях мы или не выпускаем совсем я вам перечислял или выпускаем более низкого качества поэтому мы нуждаемся в помощи торговли но с тех пор как вот сейчас упал рубль вдвое даже больше то сократилось количество представительства зарубежных фирм и купить все труднее или получается это очень дорого ну и наконец российские фирмы в основном представлены представляют также зарубежные международные фирмы это говорит о том что они находят общий язык и достаточно хорошо способствуют развитию стоматологии в нашей стране наконец последний раздел о котором я хотел бы сказать вам входящий в стоматологию это стоматологическая фармация оборудования материалы и инструменты то есть то что выпускается не обязательно стоматологическими фирмами а может выпускаться допустим фармацевтическими фирмами но этот раздел у нас очень невелик сюда относятся в основном анестетики некоторые лекарственные вещества типа имудона и так далее надо сказать что фармация в стоматологии очень ограниченная небольшая и чаще всего применяется для лечения парадонтита и заболеваний слизистой оболочки но тем не менее этот раздел существует он часто развивается и эти производства образуются в этом очень заинтересованы при целом ряде фармацевтических фабрик поэтому этот вопрос тоже очень важный и он подлежит дальнейшему развитию надо сказать что все эти фирмы о которых я сейчас сейчас говорил торговые все остальные это частные государственных фирм выпускающих медицинские товары у нас нет все это перешло в частную в частную сферу и надо сказать что перешло но с большим успехом у нас дефицитов сейчас фактически нет и в очередь никто не стоит вы знаете как было с этими фирмами медоборудования медтехника заявки подавали за два года вот вам нужен материал вы должны подать заявку за два года и причем у вас не было никаких шансов на то что вам что-то попадет потому что всего не хватало все было дефицит невозможно было ничего купить мы отставали по материалам и технологиям неизвестно на какой промежуток времени мы отставали на годы и вот благодаря активности наших специалистов нам удалось примерно за 10 лет полностью сократить свое отставание и сейчас даже из богатых людей мало кто ездит лечиться за рубеж лечиться за рубеж и надо сказать что рынок довольно неплохо вошел в стоматологию настолько неплохо что я думаю в основном наша специальность может через какое-то время стать полностью частной ну а что такое частная стоматология надо признать и это сейчас признается всеми что в принципе это более качественная стоматология более качественная как здесь обстоит дело частная стоматология с одним креслом кормит владельца нормально кормит не могу сказать что очень сильно но нормально кормит если он хорошо работает с двумя креслами кормит и владельца и дает возможность небольшому развитию если три кресла то есть деньги на развитие если успешно работает четыре и более кресла это уже предприятие который дает возможность неплохому развитию больше шести кресел частной клинике делать нецелесообразно потому что там развивается коррупция бюрократия и все остальное вот примерно так грубо если говорить вот где-то так обстоит дело ну что еще я сегодня вам рассказал о стоматологии в целом в целом надо сказать что наша с вами специальность коллеги она оказалась очень востребованной и очень широко и быстро развивающейся по всем своим разделам среди всей медицины и по профессиональному управлению и по тому как быстро мы догнали по технологиям зарубежной страны и по нашей активности и по многим другим разделам которых я упомянул но есть и у нас и большие промахи это прежде всего касается разработки новых материалов это касается науки это касается проблем управления самые тяжелые из того что я сказал я думаю это проблемы управления нашей специальности она у нас управляется некачественно слабо и прежде всего то что наша специальность в этом плане подчинена общему управлению я имею ввиду министерством здравоохранения департаментом а там даже нет специалистов которые занимаются должны заниматься этими проблемами вот совершенно в этом плане беспомощны наши главные врачи вот если он не выполнит приказ некомпетентный приказ своего начальника он может лишиться за 5 минут работы своей и поэтому у нас мы не можем делать зачастую то что мы должны делать для развития нашей специальности для улучшения помощи нашим пациентам но надо сказать что постепенно мы как стоматологи приобретаем все больше и больше власть и возможности и я думаю что рано или поздно уже показывает жизнь что сейчас начинается мы можем многие вопросы решать так как требуют наши пациенты и наши с вами знания благодарю за внимание аплодисменты спасибо Субтитры создавал DimaTorzok